Следующее выступление Проказионная хирургия катаракты с использованием ферметикотного лазера Соболев Николай Петрович Главный врач Малинка метрохирургии глаза имени СССР Николаевича Федорова Москва Глубоко уважаемый Председатель, глубоко уважаемый Президиум, уважаемые коллеги Моя презентация включена в данную секцию по той причине, что как очень точно заметил Евгений Алексеевич Наши пациенты обращают внимание только на то, как они видят А фармацевтического решения данной проблемы на сегодняшний день в полной мере не существует Ифлот использования консекундных лазеров в системе клиника МАНТК насчитывает уже историю двухлетнюю и более тысячи операций сделано в наших клиниках на разных системах, причем в большой части наших филиалов стоят эти системы А в Москве мы сделали на сегодняшний день более 500 операций Поэтому можем честно говорить о данной технологии И вот мы можем отметить, что современными тенденциями хирургии катаракты является снижение зависимости от субъективного фактора Потому что квалификация факта хирургов мы знаем разная А необходимость в объеме хирургии в России значительно больше, чем то количество катаракт которое мы делаем сегодня Ранняя обращаемость пациентов стала для сегодняшнего дня выделенностью Развитие рефункционной хирургии катаракты нам теперь приходит не только для того, чтобы вернуть зрение любое а для того, чтобы хорошо видеть Стандартизация этапов хирургии является важнейшим элементом выполнения качественного хирургического приема увеличение потребности в точности расчета и автоматизация наиболее сложных этапов технологии уменьшение уровня инвазивности вмешательства все эти пункты как нельзя лучше охватываются именно фемтотехнологией фемтосекундный лазер позволяет сделать на сегодняшний день три самых главных элемента хирургии удаления хрусталика это переднюю капсулу атомии фрагментацию ядра хрусталика и роговичные разрезы мы ждем до конца года обновления данной технологии и у нас появится возможность как формирование флэпа для репрессионных операций так и формирование разрезов для послойной гердопластики и для колец роговичных вот здесь вы сможете увидеть что все эти этапы выполняются в автоматическом режиме хирург на этапе работы лазера не участвуют в процессе выполнения данных этапов а глаз остается герметичным что является крайне важным для нашей технологии потому что на герметичном глазу мы ничем не рискуем у нас нет перепада внутриглазного давления мы не можем обсеменить пространство хирургического вмешательства а сами элементы выполняются с максимальной точностью настолько точно что надо сказать и вы дальше по докладу это увидите что хирург при мануальной технике также повторяемо не может обеспечить выполнение данных этапов операции даже имея самый лучший персональный хирургический опыт здесь вы можете увидеть что все эти этапы имеют некоторые риски для индуцированного синхронического компонента изменчивое неразковое положение линзы при не очень адекватном капсуле рексисе а также отсроченное восстановление зрительных функций так вот всего этого можно избежать используя термотехнологию но нам нужно ответить на ряд вопросов что же меняется для хирурга является эффект пака более безопасным чем мануальная пака является ли вскрытие капсул лучше чем мануальная капсула рексис действительно ли рефракционный результат эффекта ковторакты лучше чем мануальная и что же лучше для пациентов и стоит ли сегодня покупать эту достаточно дорогую технику с дорогой расходной частью ну что меняется в хирургии которая изменяется подготовка пациента появляется новый лазерный этап изменяется техника хирургическая и время проведения по акумунификации на этапе подготовки вы можете столкнуться с меозом после выполнения эффекта этапа для того чтобы это избежать следует использовать вот такие комбинации фармацевтических средств которые позволяют в 95% случаев поддержать достаточный медвязь для выполнения всей технологии если вы это делать не будете то вы столкнетесь с такой проблемой что сразу после выполнения эффекта этапа вроде бы все неплохо но зрачок начал сужаться через минуту он сузится до размера 6 мм через 12 минут он сузится до 3,5 мм и менее 3 мм через 25 минут если вы выполните эффектоподготовку не одному а 2-3 пациентов то у второго и третьего вы столкнетесь с миозом поэтому чтобы это избежать необходимо тщательно расширять зрачок тот новый интерфейс который появился в этом году обладает рядом значительных преимуществ первой генерации первое преимущество это мы смогли снизить плазуную энергию на 66% а также сократили время операции более чем на треть за счет чего это произошло уменьшился размер интерфейса до 19,8 мм стала более деликатная компрессия на роговицу капсул дальней теперь выполняется без переглючек при флэтмой во всех случаях наиболее низкой среди всех вентомашин повышение внутриглавного давления во время обладации улучшение докинг-рецентрации за счет автофокуса и фиксация только глаза пациента так мы готовим интерфейс и собственно это единственный элемент который удлиняет процесс хирургии катаракты когда мы должны будем подготовить интерфейс капнув туда капельку БСС-раствора уложив контактную линзу и соединив этот интерфейс с факоприбором раньше докинг вызывал затруднения в связи с тем что размер интерфейса был значительный и не во все формы глазной щелёв помещался теперь практически 90% может быть 95% пациентов докинг не вызывает никаких проблем и несмотря на остопенности лицевого стилета высокая надбородная дуга узкая глазная щель докироваться можно можно даже докироваться после применения контактной линзы и с глазами с плоской достаточно крутой роговицей в широком диапазоне случаях однако как вы сами видите на экране это еще не идеальное состояние визуализация зоны хирургии для хирурга недостаточно хороша я думаю что будут перспективы к изменению данного этапа что же касается самого докинга это достаточно скоротечный элемент поэтому здесь он представлен на виде дважды вы видите что при присоединении интерфейса глаза пациента проходит волна жидкости которая является контактной и после этого момента мы можем наблюдать на экране перед хирургом вот такую графическую картину что же мы можем видеть мы можем видеть весь передний отрезок до задней капсулы мы можем оценить расположение разрезок мы можем выбрать схему разрушения ядра мы можем видеть развернутую картину нау-сети которая в реальном времени показывает вам состояние и действие лазера что действие лазера покрывает всю развернутую систему капсулы а также зону действия лазера для отделения ядра и если мы сравним с генерацией первой то там были складочки не применяем сконтактная линза теперь таких проблем нет и действительно мы получаем идеальный капсулы рексис без каких-либо перемычек при этом мы снизили величину энергии что касается роговичных разрезов это наверное самый большой вопрос данной технологии на сегодняшний день педосекундный лазер позволяет хирургу настроить оптимальное положение длину и профиль роговичных разрезов но это не только утверждение но и вопрос для всех тех кто пользуется данной технологией поскольку размещение разрезов производителям предполагается на идеальной геометрической фигуре круг а мы сами знаем что роговица далеко не всегда абсолютно круглая и сверечная что касается раскрытия разрезов сейчас это не вызывает никаких сложностей разрезы выполняются очень точно и раскрываются хорошо но нужен специальный инструмент для того чтобы сделать это очень деликатно роговичные разрезы могут быть разного профиля что очень хорошо для хирургов может быть трехпрофильный разрез двухпрофильный разрез монопрофильный разрез любой длины любой формы можно делать как прямую так и обратную трапецию что очень важно для того чтобы облегчить этап имплантации для того чтобы сделать очень качественная адаптацию разреза и избежать индуцированного остеем�as Наши данные показывают, что индуцированный астегматин среди пациентов, которых мы оперировали иммунальной техникой и использовали разрез 2 мм, это примерно 0,27 диактрии, а индуцированный астегматин, которых мы оперировали при помощи ферта секундного лазера, 0,21. И даже такая небольшая прибавка дает субъективное улучшение остроты зрения, о котором я могу доложить, что средняя острота зрения при оценке более тысячи пациентов с иммунальной хирургией катаракты у нас мы не выключали никаких пациентов ни со сложностью сетчатки, ни с диабетом, ни с глухим, это средняя острота зрения 0,6 без коррекции. Если брать пациентов, оперированные по ферта технологии, то острота зрения у них при количестве случаев наблюдения 0,7. Я думаю, что это тот показатель, который может вас убедить в том, что ферта технология не бесполезна. Роконичные разрезы – это, может быть, трехпрофильный разрез, который на 100% соответствует настройкам. Прямая или обратная – это пециевидная геометрия, которая вручную достичь значительно сложнее. Точное позиционирование разрезов и их размер, гарантированный свободное размещение на них, и минимальное индуцирование стегматизм в результате. Что касается парацинтезов, то их тоже можно выполнять очень различные формы в любой зоне и даже в транспозиции к основному разрезу для того, чтобы компенсировать астигматизм по такой схеме операции. В пределах примерно полуторной диактрии. Другообразные поставляющие разрезы являются тоже достаточно интересной, но в то же время и спорной технологией. Интересно у нас с точки зрения, что ничего дополнительного в операцию по продолжительности или по увеличению стоимости не прибросит. Используется тоже интерфейс. Выполнение разрезов занимает примерно 5 секунд. Разрезы идеальной геометрической формы с квадратным краем, точного расположения и точно рассчитываются. И вот таким образом можно корректировать стегматизм в пределах полутора диактрии абсолютно свободно. Но это осложняет хирургу выбор зоны основного разреза. Таким образом преимущество для высокотехнологичных иул данная технология дает следующее. Благодаря точному расположению разрезов прогнозируемого индуцированного астигматизма учет циклаторсий во время формирования разрезов, точная ширина разрезов оптимальная для каждой иул и возможность коррекции астигматизма при помощи лимбальных ослабляющих разрезов. Теперь о капсуле тони. Мы все привыкли делать капсул тони вручную и действительно край капсулы, который разделен вручную, он очень хороший. Но мы знаем, что этот рез или разрыв может быть не идеально вертикальным, он может быть не идеально круглым и может быть не идеально какие-то задубленные. Вот в таком случае эта капсула становится значительно более уязвимой. А таких случаях на самом деле в практике каждого хирурга немало. Что же касается фенто-капсул тони, то она выполняется отдельными импульсами. Вот величина такой вот как бы задубленки, как на марке, примерно около двух микрон. Это видно не только на электроды микроскопии, но даже и на световой, в которой здесь представлено. Это наш личный опыт. Но при этом, смотрите, зарубежные авторы совершенно не сговаривались из разных клиник, провели работы, которые говорят о том, что плотность капсула Рексиса на разрыв мануального и эффекта отличается в пользу более плотного края после эффекта вскрытия. Действительно капсула Рексис получается идеальной. И во всех случаях он непрерывный, круглый, точного диаметра, прочный и повторяемый. Для линц с гаптикой оптимально является 4,8 мм, и для линц с плоской каптикой 5 мм. И во всех случаях вы можете получить этот результат. Вне зависимости от сложности выполнения данного этапа от мелкой камеры, гипертензии, спаек, неравномерной капсулы, все можно получить. Капсула Рексис преимущество. При подрыве хрусталика так не сложно делать капсулу Рексис. Филдерный этап позволяет сделать без препятствий. Гиперметропия, глаз передней мелкой камеры менее 2 мм, глаза после гертопластики, глаза с глухомой, после удалённого триггема, глаза даже с патичной линзой, интеракулярной, например, со старовской линзой. Прекрасно можно скрыть камеры, набухающая катаракта, бурая катаракта и даже вскрыть край капсула Рексиса для того, чтобы сделать замену интеракулярной линзы. Всё это можно сделать при помощи лазера. Вот посмотрите мой персональный опыт. Это капсула Рексис, которую я делаю. Я взял все случаи из одного операционного дня. Если говорить принципиально, то во всех случаях капсула накрывает край линзы. И во всех случаях должно быть всё хорошо. Но вы видите, что где-то край капсулы находит на линзу больше, где-то меньше. Форма хорошая, но не идеальная. И теперь обратите внимание на форму, которую представляет глаза. Скажите, что она лучше. В данном случае это глаза пациента одного и того же. Правый и левый. Я понимаю, сейчас просто говорю, спасибо. Это правый и левый глаз одного и того же пациента. В этом случае мануальная капсула Рексис. В этом фентакапсула Рексис. Этап гидролисекции является крайне ответственным. И он сильно отличается от того, как выполняется этот этап при мануальной технике. Вы рискуете получить разрыв задней капсулы в связи с тем, что очень зарегулирован край капсула Рексиса. Надо избегать этого и выполнять гидродиссекцию короткими дозами и очень без ограниченного доступа. Разделение гидрохрусталика. Мы можем сказать о том, что количество энергии снизилось более чем в три раза. Кстати, мы имеем три формы разделения гидрохрусталика в виде патокров, горизонтальных плоскостей и вот таких вот делений на сектора. Это позволяет сократить значительной мере количество гидрохрусталиковой энергии, используемой для деления гидрохрусталика. Такие рекомендации для деления гидрохрусталика по плотности. Параметры энергии я не буду в этой аудитории останавливаться, но могу сказать, что они снизились в три раза, и теперь энергию мы используем очень локально и небольших порциях. Имплантация его проводится стандартно через оптимальный разрез, не вызывает никаких проблем, но зато мы имеем точно предсказуемое положение инзы в глазу и точно предсказуемый рефлекционный результат. Герметизация разреза в 98% случаев не требует никаких изменений, и вообще основной разрез не требует. Я вчера это демонстрировал в нашей встрече на хирургии. В принципе, никаких отличий значительных от мануальной хирургии нет. Расширение показаний. Здесь, наверное, это очень важно. Вы можете прочесть, что у пациентов с голубобой, с врожденной докухающей, катаракты с колобомом и радужкой, с гигерметропией, с птеригиумом, это все доступно для нашей хирургии. Вот здесь пример. Пациенты с врожденной колобом и радужкой, все, кто обилировал так больно, знают, что они не простые, они плотные хрусталики и большие эффекты связок. Однако, вот вы здесь можете видеть, что это действительно технология была так, была разделена. Вот ядро хрусталики неправильной формы врожденной. Теперь не пропустим. Но убеждаю вас, что это возможно и прекрасно действует. Я хочу сказать, что сегодня мы держим слона за хвост. Это только первый элемент наступающей технологии. Уже в этом году мы получим прибор Верион, который будет интегрирован с нашим лазером и мы сможем передавать диагностические данные без потерь на наш прибор для того, чтобы работал планировщик уменьшения астегматизма. Мы получим эти данные и на микроскоп, который появится в следующем году, где у нас будет отмечаться сильная ось. И также мы уже в этом году от наших поставщиков получим новую фаркомашину совершенно с уникальными возможностями. Таким образом, я хочу сказать, что благодаря использованию новейших разработок в области хирургии катаракты удается сделать операцию наименее травматичной, предсказуемой и быстро получить очень хорошие функциональные результаты. И каждый автоматизированный этап позволяет гарантировать точность инфраструкционного результата. Спасибо за внимание.